Привет, друзья! Этот день настал. Сегодня мы разберём трейлер второй половины второго сезона Адского Босса. Простите, что задержал. Сперва был на фесте, а затем заболел, и вот только сейчас руки дошли до трейлера. Я потом всегда рассказываю в своём телеграм-канале. Так что, если хотите быть в курсе событий и не пропускать новости из Адского Босса и общаться в чатике, залетайте и подписывайтесь. Буду вас ждать. Ссылочка самая первая в описании. А мы погнали разбирать трейлер, ведь кадров там было супер много. Для начала хотел бы дополнить прошлое видео про Салли Мэй. Я там сказал, что Херувимы появятся в следующей серии Полнолуния, где будет песня Блица и Столоса. Джейден Либран, голос Колина, написал следующее. Секрет раскрыт. Ловите меня в новом эпизоде Адского Босса, который скоро выйдет. Если следующая серия будет про Блица и Столоса, затем серия про Веросику Мэйды, а затем вообще духа ёбы, тогда остаётся только серия Вдохновителя. И в таком случае скоро у Джейдена такой же, как у Вивьен, потому что Херувимы появятся только через 7 месяцев. Но, как говорится, скоро выйдет Полнолуния, и мы тогда точно увидим, что там нам покажут. Ну и предлагаю перейти к кадрам из 8 серии, которая выйдет уже в этом месяце. Во-первых, у нас ещё очень давно выходила гифка из этой серии, где Столос просыпается и его тошнит. В сериале есть парочка кадров оттуда. Столос смотрит прогноз погоды на кругу гордыни. Сегодня Полнолуние. Прогноз погоды на кругу гордыни. Частичная облачность. Небо почему-то краснее, чем обычно. После этого Столос чутка попричитает. I just want someone to care. I want someone to want me. Кадр один в один похож на кадр из гифки, только Столос успел предам укрыться. Уже после его пробуждения идёт целая песня Столоса и Блица, где показано, чем они заняты перед их следующей встречей на Полнолуние. К сожалению, Вивьен так и не выложила эту песню на канал. И у нас есть только запись с Level Up Expo. Я, кстати, досконально отслушал все куски и сделал перевод. Можете посмотреть по всплывашке сверху. Помните, в первой серии Столос договорился с Блицом, что каждое полнолуние Блиц возвращает книгу Столосу и занимается с ним сексом, а всё остальное время книга будет у него. Песня начнёт Столос, нам, к сожалению, не показали много кадров из начала. Но я думаю, что вот этот кадр оттуда. Они бегут сперва маленькие, потом экран разрывается, показывая, что между ними тогда пропала дружба. Да и в настоящем всё плохо. Столос вырывает руку. Блиц уходит, а Столос сжимает кулак. По лицу видно, что ему больно отпускать его. Но он правильно поступил. Вообще Столос волнуется перед встречей с Блицом. Он хочет расторгнуть их давний договор, о котором я говорил выше. Он любит Блица и хочет, чтобы они встречались не только из-за их договора. А что Блиц? Он думает, что между ними всё нормально. Полностью готовится к сексу с ним. Ничего менять он не хочет. И даже говорит, что у них прекрасный договор и всё работает. Так что оставим всё как есть. Столос говорит, что он умрёт в одиночестве, если всё пройдёт плохо. И задаётся вопросами. Будет ли он хотеть его, если контракт рухнет, и он отпустит его. И очень сильная строчка. Если Блиц с ним лишь пленит, тогда он настоящее чудовище. У него есть выбор, остаться или уйти. Но Столос не хочет его потерять. В конце Столос опять задаётся вопросами. Будут ли у них отношения, обрадуется ли он. Но он чётко решил, что чтобы не выбрал Блиц, он готов его отпустить. Как мы видим, Блиц и правда не хочет ничего менять. Его и так всё устраивает. Перепихон равно книга для работы, рутина. А Столос наоборот. Любит его и хочет сделать предложение. Можно разорвать контракт. Я тебе отдам камень из Мадея, и мы разойдёмся, как в море кораблей. Чтобы не причинять боль Блицу. Ведь он считает, что Блиц заложник его контракта. Тем более он к этому готов, хоть и хочет, чтобы Блиц выбрал второй вариант, начать встречаться с ним. А что по событиям? Столос принимает ванну, пьёт таблетки, одевается, прячет кристалл между книг. Помните, как Смодей прислал ему кристалл в клипе «Взгляни на меня». Не завтракает и уходит грустить свой сад. Блиц в этот момент проверяет календарь. Завтракает, даже Луна от песен проснуться успеет. Одевается и выбегает через пожарный выход из своей хаб. И скатывается по столбу на улицу. Пока что очень сложно разобрать фаны. Как только выйдет целая серия, я всё досконально разберу. К слову, три кадра из трейлера были из этого клипа. Где Столос подходит к своему зеркалу. Где Блиц на пожарной лестнице показывает неприличное телодвижение. А также Столос проводит пальцем по розочке. Далее Мокси говорит следующее. Бизнес из-за того, что мы работали сейчас. Видно, что Блиц не очень-то и готов к работе сегодня. Мокси держит бумажку, где изображены деньги. Видно, что график стремительно устремляется вверх. Прибыль идёт, а Блиц работать не хочет. С другой стороны, не сходи к Столосу, прощай книга. А это минус работа. Так что можно сказать, он по работе отлучился. Но раз Мокси тебе не хватает работы, лови. Тут среди бумаг и Блиц изображён на стикере. АСМР перезарядка оружия. Ниже ссылка, где можно посмотреть. Запомнить, у Грии из первой серии. Красный краситель номер 2 и типа заправить машину. Выше импии, лошадка, пароль от Wi-Fi и табличка. Просто отдать Блиц давно готовил для него бумажную работу. Заметили рукава Блица? Да, он уже переоделся. Из дома он вышел в обычной своей одежде. А тут нацепил подтяжки, рубашку и бабочку. Почему я думаю, что эти кадры из следующей серии? Далее Столос скажет следующее. Он говорит о расторжении сделки. Что он и хотел сделать в песне. Заметили наряд Блица? Да, та же рубашка с подтяжками. Так что это точно кадры из следующей серии. Берём все кадры с этой рубашкой и понимаем, что Блиц, когда всю работу свалил на Мокси, уехал на круг похоти к своему другу Физороли. Замели ли у него шоппер с огромной лошадью с подписью Хонсе? Это такой мемчик, зародившийся на Тамблере. Там опубликовали вот такую отфотошопленную лошадь с гигантским торсом. На что один пользователь написал Хонсе. С тех пор все странные отфотошопленные лошадки подписывались этим словом. Крылья открываются, шатёр поднимается. Над этим входом, в виде сердечка виднеется, шляпа, осмодей и кодовый замок. Я думаю, это его сейф. Ведь дальше Физ будет демонстрировать Блицу огромный двигающийся делдон. А позади видны наряды и украшения для крылышек, суквубов и инкубов. Думаю, это какая-то дорогая коллекция осмодей, и Физ его туда пустит. Дабы он купил что-то для будущих игрищ со Столасом. Как-то королю похоть идти за извращёнными предметами. Далее мы увидим, как Столас волнуется и грустит перед встречей с Блицом. А Блиц по итогу выбрал огромную свечку. Он собрался реально копать на него воском. Ну и Столас всё-таки скажет ему о сделке. И ещё вот это. Судя по всему, Блицу это не очень-то и понравится. И он ему выскажет свои мысли насчёт высшего общества. Он потянется к Столасу, но тут же окажется перед его входом в поместье. Название полнолуния, полнолуние в серии, скорее всего эпизод выйдет в полнолуние. Ведь 23 мая Луна достигнет полной фазы. Думаю, эпизод можно ожидать в этих числах. И это были все кадры оттуда. Есть ещё кадр, где Блиц грустный плюхается на свою кровать в доме. Думаю, тоже кадр из этой же серии. Друзья, у меня есть большая мечта. Набрать на канале полмиллиона подписчиков. Не забудьте подписаться на канал, так вы мне очень поможете. Огромное спасибо. Девятая серия Тур с извинениями. Выйдет в июне, то есть уже в следующем месяце. Тур. Вспоминаем, что сейчас тур проходит у Веросики, Мэйды и на кругу Гордыни. Следовательно, серия будет про Веросику. Давайте возьмём вот этот кадр со сцены и будем от него отталкиваться. Стол в супермодном наряде поёт на сцене. Справа от него стоит Веросика, а слева Вортекс. Прожектор светит прямо на него. На сцене есть тыквы и на ткани позади них тоже тыквы изображены. Всё украшено, а позади вообще ёлки виднеются. Мир людей. На ткани позади них написано «Блиц сосёт». Моё предположение таково, что Веросика соберёт всех, кто ненавидит Блица. И даже устроит концерт в его честь. Что очень странно, так это тыквы. Хэллоуин в этом году пройдёт 31 октября. Брэнн Роджерс «Голос Блица» подтвердил, что 10 эпизод «Духоёбы» выйдет на Хэллоуин. И что он сам написал сценарий к нему. Ну хоть у одной серии мы знаем точную дату выхода. Всё, что связано с призраком Роланда, относится к 10 серии. Поэтому в 9 серии нас уже ждут хэллоуинские декорации. Хотя серия выходит летом, Блиц придёт на эту вечеринку и даже успеет посраться с Веросикой. Далее нам Блицка покажет Веросику. Её татушка с Блицом уже перечёркнута. Значит, это настоящее время. Позади неё виднеется игрушка Блица, подвешенная за шею. Я бы даже сказал пиньята. Всё украшено гирляндой, а в проходе видны чьи-то силуэты. Так что это точно вечеринка. Это ещё можно понять по торту в виде Блица. В его груди уже отрезали кусочек. Всё тело утыкано стрелами, а в голове торчит нож. Веросика отрезает голову и подставляет тарелку. Внутри она красная, а бортики выполнены под раскраску врагов мальчиков им. Причём Веросика ещё и вельзесок попивать успевает. Получается, это и правда вечеринка в честь ненависти к Блицу. Блиц накинет на себя кровавый халат и ещё пару раз появится в этом образе. Вот тут он сидит на каких-то перилах с Веросика. И нам приближают его удивлённое лицо. Я думаю, он увидел Столоса, который тоже пришёл на вечеринку. Да не просто пришёл, а ещё и спёл на ней. Ещё будет парочка кадров из песни. Вот такой счастливый Столос, который смотрит на Блица. Комната с кучей зеркал, где везде разбивается Блиц. И Столос пройдёт в красивых декорациях. Ну и Блиц и Столос грустно переглядываются друг с другом. Все в костюмах, украшения, торт, вечеринка, тыквы. Всё, блин, говорит о Хэллоуине. Возможно, все эти кадры будут в начале следующей серии. И только после этого они поедут на задание в отель с привидениями. Ведь отель тоже будет находиться в мире людей. Вот эта фраза только непонятна от кого и про что. Либо это говорит Веросика, намекая на Столосу, что у него большой опыт с Блицом. Надо же кого-то на вечеринку ненависти к Блицу привести. Либо это говорит агенту, что для борьбы с Блицом им нужен кто-то с большим опытом. Узнаем в будущем. Десятая серия. Духа Ёбы. Как мы уже выяснили, выходит 31 октября. Мир людей, близвооружившись пылесосом и вибратором, идёт на борьбу с призраками в отеле Роланта. Естественно, здесь прослеживается отсылка на охотников за привидениями. Они уже успели взять где-то раскрашенную машину и разбить её. Где в этот момент Луна и Мокси, пока не совсем понятно. Да и где Блиц намутил такое оборудование и одежду. Если посмотреть чутко дальше, мы увидим, что Блиц переоделся в девушку. Да и Миле тоже нацепила шапку и майку с надписью «Персонал». Не удивлюсь, если они ограбили секс-шоп, и этот пылесос не для совсем обычного использования. Если вы понимаете, о чём я, Роланда говорит. Убийца точно не я, разберитесь. Блиц нарисовал весёлую картиночку, назвал себя Бофини Гостфак. Её знаменитость – это настоящий ID и пенис изобразил. Видно, что отель старый, весь зарос паутиной. Пройдя по коридору, Блиц и Миле увидят картину Роланда. Он через неё будет за ними подглядывать. А затем Блиц попытается засосать в пылесос бабку с тетом, которые там поселились, подумав, что они зомби. Книгу у дедули не видно, зато бабуля читает, как съесть целый самолёт. Да, это съедобно. Это отсылка на существующую книгу под названием «Как съесть самолёт», основанную на жизни Мишеля Латита, который потреблял в свою пищу неорганические предметы, например, металл и стекло. Список съеденных предметов поражает. Среди них есть реальный самолёт Сесна-150, который он съел за два года. Миле успокаивает Блица и говорит, что это всего лишь люди, а не призраки, подтверждая, что они пришли ловить именно призрак. Роланда нападёт на них прямо в коридоре и начнётся возня. Блиц не на шутку испугается, ведь Роланда залезет его в голову. На следующем кадре видно, как Роланда обнажит свои коготки через отверстия в стене. Заметьте пляжные лежаки, рядом с которыми стоит пылесос Блица и ещё не треснувшие лампочки. Дальше они все лопнут, ведь Роланда их выбивает своим присутствием. Видно, что Блиц попадёт под дикое влияние Роланда и захочет убить Миле. Получается, Роланда может управлять своей жертвой. Будет какая-то драчка возле бассейна, а затем нам покажут ещё способности Роланда. Он может вызывать галлюцинации. Например, Миле вылазит из шкафа, её руки связаны, из головы торчат ветки, а её глаз весь испещрён осколками стекла. Она говорит следующее. Миле упрекает его в том, что он отдаляется от всех, тем самым не помогает, а наоборот делает хуже. Ведь Мокси он нашёл тогда, когда его жизнь совсем скатилась в тар-тарары и помог ему. Но сейчас делает только хуже. Получается, Роланда видит их насквозь и будет все их проблемы выносить наружу, показывая какие они ничтожные имбы. Тут есть ещё парочка интересных кадров. Например, где Миле делётся с Блицом, правда они оба одет уже под вестернг тематику. Помещение супер странное, какие-то зеркала на фоне. При этом вы заметили, что у Миле здесь длинные волосы. Сейчас она носит короткую прическу. Если мы откроем свадебную фотку Миле и Мокси, мы увидим, что раньше у неё были длинные волосы. Предать только потом, она себе сделала слишком, и вот вопрос. Это всё творит Роланда? Либо нам покажут предысторию знакомства Миле и Блица? Как это было с Мокси? Я в этот момент начал думать о Роланда из-за следующего кадра. Судя по фиолетовым рукавам и пышным волосам, Блиц увидит мама, обнимет её и будет плакать. Видите вот эти глазки на полу? Точно такие же глаза можно заметить позади Роланда на полу ресепшн. Так что жаль вас расстраивать, но это всего лишь галлюцинации Блица. Поэтому кадр с молодой Милей пока доходится под вопрос. Ну и Луна открывает портал, а Блиц эпично приземляется вместе со своей командой в офис. Я думаю, это как раз-таки после разборок с Роланда. Причём книга Столаса до сих пор у них. Так что, Вивиан, ты нас не запутаешь. Близ и Столас договорятся, и всё у них будет хорошо. Ещё я думаю, к этой серии относятся вот эти кадры. Перед Блицом будто развернулся целый экран. Диму показывают, как он не помог Физу, когда тот остался один в горящем шатре, что не навестил его в больнице. Поэтому нам показывают самого Физа и Веросику из седьмой серии первых сезонов, когда она пела Возис. А Близ говорит следующее. Он признаётся, что всем разрушил жизнь, и что он больше не хочет быть таким. Возможно, Роланда знатно ему так промоет мозги, и покажет, как он относился к окружающим. Что Близ наконец-то поменяется и станет чуточку лучше. Нам вроде и показывают его вспоминания, но без подробностей. Да, Близ сбежал от Физа, но он побежал к своей маме. Хотя отрицать, что из-за него произошёл пожар тоже нельзя. Да и то, что не навестил его в больнице. Летусы сказали, что Физ не хочет его видеть. Хотя Физ такого не говорил вовсе. Так что я думаю, это всё роскость не призрака. Также было множество кадров с агентами Ван и Ту. Давайте их всё-таки пока что всунем в какую-нибудь серию. Предлагаю впихнуть в 11 серию вдохновитель, который выйдет в ноябре этого года. Первый кадр, который нас встречает, мир людей. В какой-то переулок. Не забыли, что херувимы остались на земле. Их не пустили на небеса из-за того, что их действия привели к смерти человека. Так вот, клетусы усыпляют при помощи дротика. Тут же появляются агенты и шандаряхают электрошокерами Кинни и Колина. На допросе агента Ван спрашивает у них следующее. И показывает рисунок Бритца с ракетницей, который он пользовался в 6 серии. Рисунок нарисовал агент Ван, он тут и подписался. Справа написано название их организации Тхоркс, или придурки по-русски. Слева указан емейл, придурки, собака, засекречено. Секретной правительственной организации. 1 555 придурки. Видно, что Колин до сих пор в шоке. Бритус обрёл безумную улыбку, а Кинни рассказывает их великий план. Естественно, Херувимы помогут агентам, и они откроют самый настоящий портал в ад. Это вот такое огромное помещение. Портал коннектится к чанам с водой, скорее всего для околожгения. Мы видим сперва пентаграмм, затем огромные красные молнии и сам портал, как в стареньком дуле. Мы видим, как команда EMP стоит рядом со своим офисом. Они все пугаются, а по тени можно распознать снаряд из сеткомёта агента Ван. Правда, он чутко его усовершенствовал. Далее мы видим само здание EMP и каких-то ребят в капюшон, которые кричат следующее. Судя по красным молниям, они только что вышли из портала. Кто-то смотрит на часы, явно человек, и у него рука человеческая, а у трёх других ребят тело просто отсутствует. Это, скорее всего, Херувимы под капюшонами. Бритус говорит, что EMP вбегает, уезжает с парковки на своей машине и врезается в ближайший стол. Миллис Мокси очень взволнованный, а Луну в конце вообще вырубила. В конце агенты сидят возле какой-то кнопки очень грустной. Бритус открывает портал при помощи камня Асмодея. Где он его взял, непонятно. Возможно, стол все-таки подарит ему камень. Ведь эффекты от портала точно такие же, как в пятой серии. Когда Бритус при помощи парня с камнем с жопной затычкой открывал портал к своей сестре. Один в один этот ромбик со стеклянным эффектом. Он ставит перед ними табличку и показывает пальцами, типа выкуси. Думаю, на табличке написано Лохи или что-то в таком духе. Так что проблема с агентами и порталом будет решена за серию. Бритус даже успеет над ними поглумиться. А если эти события будут происходить до отеля с призраками, то возможно Роланда самый настоящий грешник. Он при помощи этого портала выберется свой отель, в котором он уже раньше убивал людей. Но это всего лишь теория. Еще в трейлере есть вот такой стол с белым халатикой. Эти события будут происходить до финальной сии. Все из-за вот этой книги, которую он читает, она называется «Страсти серы». В Ветхом Завете есть фраза «Огонь и серы». Используется в контексте божественного наказания и очищения. Например, два известных библейских города Содом и Гамора были уничтожены богом за грехи их жителей. Дождем из серы и огня. В нашем же случае мы имеем фразу «Страсти сира». Где изображены две влюбленные гэтские птички. Страсть посреди адской серы. Звучит как хороший любовный роман. Слева самый высокий. Макушкой похож на Андреалфуса, а справа на Васага. Если это и правда так, то похоже между ними что-то было. Или даже есть сейчас. Что это тогда за любовный роман и в аду? Да, нам презентовали нового гэтского демона Васага. Его озвучит Харви Гилье. Вивьен уже выкладывала фоточку с ним из студии звукозаписи. Я рассказывал вам об этом в прошлом году. Затем Харви Гилье кого-то озвучил в адском боссе. Это он был голосом Перита в недавнем коте в сапогах. Судя по прикрепленному попугайчику снизу, фанаты в твиттере предположили, что это кто-то из Гаэти. И Вивьен лайкнула вот этот пост с красным демоном-птицей-аверлордом из отеля. Так что всё возможно. Вот так Вивьен одного из оверлордов от Аля Хасбен сделала демоном Гаэти и впихнула в адского босса. Могущественный принц Васага, третий демон Гаэти, отличающийся добрым нравом, что существенно облегчает общение с ним при вызове. Вот его сигил, кстати. Пойдите вызывать. Под его командованием находятся 29 легионов духов, способен видеть будущее, предсказывать его в мелких деталях. Также видит и прошлое. Васага будет положительным героем. Вивьен написала в твиттере, что она обещает. Он очень хороший мальчик. Думаю, из-за его сил видеть будущее, мы много всего интересного узнаем о наших любимых героях. Когда он появится. А что со столосом в халате? Он говорит следующее. Как злобно он это сказал. Затем также с презрением на кого-то смотрит и закрывается к ним. Ещё и винишко попивает. Затем то, что и смутило многих. Он что-то злобно говорит Блицу и разводит руками. А затем миленько нагибается и болтает с ним. Блиц супер расслабленно сидит у него в саду. Я думаю, с таким презрением он всё же смотрит на Стеллу. Внимательно вглядываемся на халат. Да, это знак очень сильно похож на знак цирка Блица, который изображён на его лбу. При этом, когда столос разводит руками перед ним, он сперва его внимательно слушает. А затем улыбается. Либо столос издевается над Блицом, либо над Стеллой. При этом, почему Блиц улыбается? Спокойно чилит у него в саду. И почему столос вообще халат с его знаком носит? Много вопросов, о которых пока нет ответа. Финал сезона грехов ствол. Типа Рождество только в аду. 12 серия. Декабрь этого года. Во-первых, у нас есть Стелла в замке Андреалфуса и Октавия, которая ловит капельку со звёздного неба. Наконец-то хоть одну песенку споёт сама Октавия. Также есть кадры замороженного замка столоса. Вот сравните его главный вход. Похоже, Стелла выпихнет столоса из его же фамильного поместья. И вместе с Андреалфусом и Октавией они там неплохо будут отдыхать. Хотя по Октавии видно, что она грустит по отцу. Мы видим, как Андреалфус взлетает. Распушил свой хвост и готовится атаковать столоса и Блица. Только вот почему Блиц прикрывает столоса? Наш совинный принц забыл, как пользоваться силами? Или у него больше нет его способностей? Он их отдал или опенял? Пока сложно сказать. Октавия говорит следующее. Ты никогда не любишь маму, и ты не любишь меня, ты любишь его! Эх, как же грустно мне стало от её слов. Он же любит тебя, глупенькая. Вторая серия тому подтверждение. Далее эпизод оправдывает название. Греховство. Грехи. Да, они соберутся все вместе. Правда, непонятно с какой целью. Вот открывать праздник греховства в аду. Нам впервые демонстрируют сатану. И мы даже слышим его голос. Почему сатана? Помните, как презентовали Асмодея? Тень, тень. Вот тут то же самое. Если открыть телефон Блица из седьмой серии, в него были установлены приложения для спортивных тренировок. Как вам тренировки с сатаной? Четыре глаза и форма головы один в один. Качок, как говорила Вильзивул. Так что перед нами высший демон. Один из семей смертных грехов и глава круга гнева в аду. Сатана. Сатану озвучит Патрик Пэтч, американский актер театра и кино. Он выложил у себя в инстаграме сатану. Сперва он прикрепил строчки Мокси из песни «Дома Асмодея». Намекая, что он будет озвучивать кого-то в адском боссе. Затем строчки из его мюзикла «Хейтстау», где он поет песню. Намекая, что он будет озвучивать сатану и даже петь за него. Затем строчки из песни «Адское пламя», который исполнил злодей Клод Фролла из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама». Это самый мрачный злодей Диснея, который еще тогда пел про ад, проклятие, похоть, грех. Вот Диснея тогда неплохо выдавали. Короче, Патрик намекает нам, что сатана будет еще тем злодеем, похлеще Клода. Что еще раз доказывает мою теорию, что сатана будет злодеем. А еще я думаю, что половина из них будет хорошими героями. Как был показан Асмадей, Вильзивул и, я думаю, Бельфегор. Ну а другая половина такая же отрицательная, как Мамон вместе с сатаной Левиафан. Также у нас есть кадр с Мамоном, который показывает факт. Я думаю, нетрудно догадаться, что они адресованы Асмадеем. Это с ним еще виднеется спиннер и фингерборд. Что-то они уже как-то вышли из мода Мамон, ты немножко опоздал. А еще у него костюмчик другой. Смотрите, как он красиво приоделся. Нас точно ждет целый праздник со всеми грехами. Интересно, а Левиафан и Бельфегор заглянут на чаек? Ну и еще парочка сцен с Васаго. И он даже кое-что скажет. Он хочет вызвать Столоса. И раз Васаго будет хорошим персонажем, я думаю, он хочет помочь Столосу в его конфликте с Андреалфусом и Стеллой. Который, кстати, соглашается с ним, что надо позвать Столоса. Видно, что собралось много народу. А вот по этим яблочкам, змейкам и разбитым окнам можно понять, что все эти кадры с грехами связаны между собой. И это все из последней серии. Также нам демонстрируют различных демонов Гаэти. Говорят, что не только птицы гаэцкими бывают. Например, рысь, змея или вообще козел. И самое странное, что нам осталось разобрать, это вот эти кадры, где EMP борются с каким-то здоровенным роботом. Давайте внимательно все рассмотрим. Во-первых, кадр с Луной. Она какой-то оторванной механической рукой-гранатометом и пулеметом выстреливает по входу в курортный отель Петушиный гребень. Видите, неоном изображены перья Асмодея. Дамы на кругу похоть. Смотрите, справа, завод. Да, это завод Асмодея, где он делает различные фалосы. В следующем кадре мы увидим, как Луна уже стреляет из пулемета. Ну и виновник торжества. Вот такой огромный робот. Он стреляет в Милли ракеты. Милли своей секирой перерубает снаряд напополам. Но он все равно взрывается и вели отбрасывает в ближайший магазин. Ну и удирающий Мокси от взрыва. Если внимательно присмотреться к роботу, мы увидим, что у него есть рога. И это еще не все. Давайте вспомним, как выглядит Блиц. На его перчатках видны большие желтые глаза с черным зрачком в виде креста. Присмотритесь к руке робота. У него точно такие же глаза изображены. А как вам вот этот череп на груди? Блиц всегда на шее носит амулет с красным черепом, который достался ему от покойной мамы. Он бережет его и до сих пор носит на себе. Это один в один этот амулет. Круг похоти. Завод Асмодея. Помните, как в прошлой серии Мамон пригрозил Асмодея, что он пожалеет? Из-за его публичного признания, что он встречается с Физом. Мамон создал Робофиза. Я думаю, для него и не проблема была создать Робоблица. Ведь если хочешь насолить Асмодею, начни с Физа и уничтожь его. Звучит как отличная теория. Я думаю, он хотел начать разваливать империю Асмодея с его члена фабрики. Но ему помешают и Эмпи. Ведь Физ или Асмоды попросят у них помощи в борьбе с Мамон. К слову, и может оказаться и Клетус. Посмотрите на его нос. А теперь и на нос Робота. Так что, возможно, это и не Робоблиц вовсе. А Клетус в костюме Робота Блица. И эти кадры тогда относятся к серию с Херувинами. Вот такой вот получился трейлер и мой рассказ. Если вам есть чем дополнить мою историю, то смело пишите в комментариях. Я все прочитаю. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. И не пропускайте видосики по адскому боссу. А я с вами не прощаюсь, друзья. Скоро увидимся.